Крещатик Длина Крещатика 1225 метров, а ширина проезжей части 24 метра, плюс два тротуара по 14 метров. Статус центральной улицы Крещатик получил в конце 19 века. Тогда здесь был настоящий строительный бум. Строили магазины, отели, банки и конторы. А после того, как в 30-е годы прошлого столетия Киеву вернули статус столицы, на Крещатике начали возводить административные здания в стиле социалистического реализма. Все изменилось во время немецкой оккупации города в 1941-м. В результате подрывов и пожаров улица была уничтожена практически полностью. Подготовка к новому строительству началась сразу же после освобождения Киева в 1943 году. В это время местные жители занимались расчисткой завалов. Собранный мусор был частично вывезен, а тот, что остался, послужил фундаментом для будущих построек. Конкурс на проектирование нового Крещатика был объявлен в 1944-м. В нем приняли участие ведущие архитекторы Советского Союза. Победа в конкурсе досталась сразу двум авторским группам. Одну возглавлял главный на то время архитектор Киева Александр Власов, а вторую Алексей Таций. Волевым решением первенство было отдано проекту Власова. Для поиска идеи и вдохновения группу архитекторов отправили в творческую командировку в Италию и Португалию. После возвращения в авторском коллективе произошли изменения. Александра Власова перевели в Москву, а главным архитектором Киева был назначен Анатолий Добровольский. И он возглавил как раз строительство Крещатика и занимался сам разработкой всех этих архитектурных деталей. Они на самом деле вытекают органически из украинской архитектуры, скорее всего из украинского барокко. Но тогда сказать такое, что это было украинское барокко, это сразу было бы получить обвинение в украинском буржуазном национализме. Поэтому было заявлено, что это использованы мотивы португальской архитектуры. Согласно новому проекту, на четной стороне должны были появиться административные здания, а на нечетной – жилые дома. Там, где сейчас находится Каштановая аллея и пешеходная зона, поначалу были проложены все инженерные коммуникации. По сравнению со старой улицей он расширен. Первый ряд зданий, который проходил непосредственно возле проезжей части, его нету. Вместо этого есть второй уровень, на нем расположены скверы и каштаны. Потом еще одна пешеходная часть перед магазинами. За неимением строительных материалов применялись новые архитектурные решения. Так на Крещатике появилась керамика. Керамикой облицованы все дома. Из керамики выполнены все декоративные украшения. И в некоторых домах из керамики сделаны перекрытия. Арма-керамические перекрытия совершенно уникальные. И потом от них отказались. А здесь они стоят и по сей день. Первым построенным домом стал номер 13, расположенный на углу Крещатика и нынешней улицы архитектора Городецкого. Далее 17 номер и фронтальная арка перед 15 номером. Он включает в себя и пассаж, который не был разрушен и сохранился. Вот эта арка, она снизу облицована очень красивым керамическим паном. Его запроектировал архитектор Малиновский. Он был дайтоник. И это все он сделал в цвете. Строительство в сущности новой улицы продолжалось до начала 60-х годов. За это время появились десятки зданий по обе стороны Крещатика, от нынешней Европейской до Бессарабской площади. Тогда стройка завершилась на четной стороне зданием главпочтамта и следующих двух домов. В период реконструкции Крещатика в 80-е годы были симметрично построены еще два жилых здания, а также Дом профсоюзов и Украинский дом. Недавно городские власти заявляли о планах внести Крещатик в списки мирового наследия ЮНЕСКО. Однако эти разговоры пока только ведутся, а главную улицу Киева уже ожидает новая волна реконструкций. КОНЕЦ